Айдар Мажитов Башкирского лука. Две секунды он мог пустить четыре стрелы. Представляете? А перезарядить вот это ружье, ну, скажем, по уставу отводится где-то полтора минуты. Настоящая юрта расположилась на площадке народов России. Жилище выглядит замобытно и ярко. Все гости фестиваля так и норовят зайти в уютный шатер. По традиции юрта поделена на мужскую и женскую половины. Здесь у нас представлены мужская сторона, именно конкретно эта сторона мужская. Здесь у нас принимали гостей, принимались важные решения, устраивались трапезы. Вот как раз-таки висят мужская одежда. Вот головной убор, пулаксон, вот мех вывернут наружу. Для изготовления такой шапки использовали шкуры животных обычно. Также вот здесь у нас представлены уже охотничьи наборы, то есть лук со стрелами. Ну, седло тоже есть, потому что жизнь башкиры, она тесно была связана с лошадью. Башкиры – это кочевой народ. В зале палеонтологии есть и богатство ундоровских земель, аммониты и чертовы пальцы. А рядом с ними поселился скелет мамонта. Его собрали на острове Большой Ляховский. Потом привезен в Москву и специалистами компании собран в сборный скелет на металлическом каркасе. Работа, конечно, сложная, она не имеет аналогов и немного специалистов занимается этой работой. Вот этот мамонт, во-первых, он изображен в динамике. Голубоглазые хаски тоже приехали на фестиваль. Они живут в питомнике Ладный стан в Сенгелеевском районе. Собак привезли заботливые инструкторы. Они точно знают, как вырастить настоящего друга и спортсмена. Мы занимаемся представлением ездового спорта, знакомим с породой людей, потому что многие видят картинку и не осознают, что это не просто картинка, это не игрушка, это серьезная порода. Но и стараемся познакомить людей так, чтобы мы осознали, что собаки – это не игрушки в принципе. С любой породой нужно заниматься. Множество школьников посетило первый день фестиваля. Собаки. Да, они пушистые и очень мягкие, милые. А что ты еще видела здесь? Я вообще, мне вот все понравилось. Я каталась на каком-то аттракционе, где переворачивали, и смотрела VR очки. А что ты там видела? Да, нам показывали всякую природу, что-то рассказывали. Еще был опрос перед этим. На фрегат «Палладу» приехал губернатор Ульяновской области. Алексей Русских посетил все площадки и пообщался с гостями фестиваля. Глава региона обратился к школьникам с наилучшими пожеланиями. Успехов вам! Спасибо. Сейчас каникулы, да? Да. Ну, хорошо отдохнуть в каникулы, набраться сил и снова за учебу. Спасибо большое. Не болеть. Девиз фестиваля – удиви своего ребенка. Никаких скучных лекций и занятий. Все площадки интерактивные. Мы говорим о полноценном палеонтологическом зале. Мы говорим сегодня об интерактивном скалодроме, о цифровом планетарии. Мы говорим о выставках, связанных с водолазным оборудованием. Мы говорим о шикарной, я бы сказал, роскошной программе этнографического фестиваля с нашими гостями из Башкортостана и Татарстана. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице регионального отделения Русского географического общества ВКонтакте. Напомним, географический фестиваль проводится в регионе с 2011 года. Его организатором выступает региональное отделение РГО при поддержке губернатора Ульяновской области. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.